Чтобы не сталкиваться с разделом имущества, потому что это очень эмоциональный и тяжелый процесс, берегите свои отношения. Вы знаете, в последние годы процент расторжения брака повысился. Очень много людей сейчас расторгают свой брак, не сохраняя свои семейные отношения. И вот в таком случае возникает вопрос, а как делить совместно нажитое имущество? И не важно, сколько вы прожили вместе, один месяц или 20 лет. Раздел совместно нажитого имущества супругов происходит по закону пополам. Все, что вы нажили, делится ровно пополам. Избежать равноправный раздел можно в том случае, например, когда одному супругу достается все, а другому супругу достаются отступные. Например, нажили бы в период брака одну комнатную квартиру, стоит она полтора миллиона рублей. Достается мужу, а супруге уходит 750 тысяч рублей, ровно половина стоимости данной квартиры. То есть супруг оплачивает денежные средства своей бывшей жене, и она уходит с деньгами. В ином случае суд может разделить данную квартиру пополам, и тогда оба супруга каким-то чудом должны жить в этой однушке, делить ее, нести расходы по ней и распределять свое существование. Но в совместно нажитое имущество входит не только квартира и машина. Входит, например, дорогое имущество, которым вы обставляли свою квартиру. Это могут быть гаражи, дачи, все то, что вы вместе заработали и нажили. И даже если жена не работала в период брака, а занималась, например, воспитанием детей или готовкой ужина своему мужу, это все равно делится пополам. Итак, как женщине доказать, что то имущество, которое нажито или заработано ее мужем, все-таки должно делиться пополам? Очень просто. По закону. Потому что в законе написано, что все, что приобретено и оформлено на кого-либо из супругов, делится пополам. И не важно, кто работал, кто зарабатывал, а кто дома готовил ужин. Часто бывает, когда супруги приобретают что-то в период брака, но оформляют не на себя, а на брата, не на мужа, а на маму. Что делать с этим имуществом? Подлежит ли оно разводу? Да, подлежит, но нужно доказывать тому, кто хочет разделить это имущество, что оно было куплено за семейные деньги, за семейный бюджет и намеренно было выведено заранее из имущества супругов, чтобы избежать раздел? Зачастую женщины при разделе совместно нажитого имущества оперируют тем, что они остаются с детьми, и им должен отпасть более крупный кусок в разделе имущества. Но я должна вас предупредить, что дети никак не влияют на раздел совместно нажитого имущества, потому что имущество делится только между супругами, за исключением тех жилых помещений, которые были приобретены с помощью средств материнского капитала. Чтобы не сталкиваться с разделом имущества, потому что это очень эмоциональный и тяжелый процесс, берегите свои отношения.